Недавно я посетил поместье Майкла Джексона здесь, в долине. Его называют «Особняк Джексона Хевенхорст». И я подумал, что это просто невероятно, потому что первый концерт, который я посетил ребёнком, был как раз концерт Майкла Джексона. И мне удалось пожать ему руку. И он оказал большое влияние на мою жизнь. Майкл Джексон обладал силой вдохновить целое поколение. То, что он сделал, было невероятно уникальным и привлекательным. В самой отдалённой части Индии, в какой-нибудь деревне, где нет никакой инфраструктуры, знают Майкла Джексона. Вот уровень влияния, который он оказал на целое поколение молодёжи в Индии. Танцующих, как он, подражающих ему. Это было мощной возможностью. Приношу свои извинения, если я скажу что-то, что может кого-то задеть. Но я полагаю, что его жизнь могла бы... Он мог бы реально изменить мир в некотором роде. Но, к сожалению, рядом с ним не оказалось правильного наставника, советчика, а только лишь люди, занятые коммерцией. Я думаю, что всё это было потрачено впустую. Пять дней назад я был в музее Элвиса Пресли в Мемфисе. Когда мы возвращались со своего путешествия, на обратном пути мы остановились в Мемфисе и посетили то место, где был убит Мартин Лютер Кинг. Когда я был в музее Элвиса, я подумал вот о чём. Он тоже властвовал на сцене два десятилетия, оказал влияние на целое поколение людей. Но его собственная жизнь превратилась в полный бардак, потому что у него не было достойного наставника, не было баланса. Был гений, но не было баланса. Это печальная история. И это произошло с большим количеством великих талантов в мире, в особенности в Америке, потому что люди с юных лет вырастали на неправильных вещах. Когда я говорю неправильные вещи, я имею в виду химическое воздействие, алкоголь, все возможные виды отвлечений. Но мы должны понимать, что наш интеллект, наши знания, наша гениальность — всё это важно. Но для того, чтобы все они нашли своё проявление в этом мире, самое основополагающее для этого — баланс. Ты танцор, и ты спросил, в чём значимость танца. Ты можешь быть хорошим танцором, но если не будет устойчивой платформы, ты не сможешь танцевать, не так ли? Вот и всё, чем является жизнь. Вне зависимости от того, насколько хорошо мы танцуем, танцуем ли мы на сцене, в офисе или где-нибудь ещё, неважно, в какой форме находит выражение наш танец. Самое важное — это стабильная платформа внутри нас, баланс. Но если этого баланса нет, тогда весь талант, всё умение, вся гениальность, всё, что вы знаете, неважно, сколько у вас всего замечательного, всё это будет растрачено впустую. Поэтому обе эти личности, Майкл Джексон и также Элвис Пресли, классические примеры отсутствия баланса. Если вы настолько грандиозно талантливы, что способны оказывать влияние на целое поколение, и не в одной стране, а по всему миру, если вы обладаете таким балансом, если вы обладаете таким талантом, он должен быть применён таким образом, чтобы создать новое поколение людей и даже новую планету. Вы обладаете такой способностью, вы можете это сделать. У вас была такая сила. Просто-напросто отсутствовал баланс. Поэтому я говорю тебе, Амарион, танцуй настолько хорошо, насколько можешь. Возможно, и всякий может быть Майклом Джексоном, и мы не должны подражать ему. Но это новая возможность в этой сфере, потому что музыка и танец оказывают такое огромное влияние на молодёжь. Но достичь баланса и сообщить этот баланс всем, кто вступает с этим в контакт, эти миллионы молодых людей, которые чувствуют связь с тобой, я думаю, это твоя основная обязанность. Ведь если ты обладаешь силой и влиянием на жизни других людей, ты должен убедиться, что это влияние положительно и что оно способствует их благополучию и никоим образом не против их благополучия. Ты спрашивал о танце. В чём значение танца? Видишь ли, я должен сказать тебе следующее. В нашей культуре все боги танцуют. В других культурах бог — серьёзный парень. Очень серьёзный парень. Но в Индии, если человек не танцует, мы не будем относиться к нему как к богу. Все индийские боги женского и мужского пола всегда танцуют, потому что если они не умеют танцевать, они не могут быть богами. Потому что танец, по сути, означает, что жизнь происходит... Танцевать в каком-то жанре — это одно. Может быть, ты не знаешь, что... Моя дочь профессионально занимается классическим танцем, индийским классическим танцем. Я забрал её из школы и отправил учиться танцу, потому что это очень важно для нас, и танец — это не просто развлечение. То, каким танцем ты занимаешься, — это одно. Но даже ребёнок может встать и начать танцевать. Ребёнок, полный радости и жизней, начинает танцевать. Если тело не может находиться в покое, оно ощущает потребность делать что-нибудь жизнерадостное. Оно будет танцевать. Вы, наверное, создали свой собственный стиль. Я не знаю, скользишь ли ты, и вы делали вышли штуки, подобно тем, которые делал Майкл Джексон. Существует много разных методов. Но по сути, это ликование физического тела, и наилучшим способом самовыражения этого является танец. Наивысшая форма того, как тело может выразить себя, — это танец, потому что это соответствует наивысшему уровню его насыщенности. Для этого баланс тоже играет очень важную роль. Для того, чтобы хорошо танцевать, самое главное — это баланс. Многие люди танцуют только когда они пины. Раз в году мы проводим фестиваль, длящийся всю ночь. Почти миллион посетителей. В прошлый раз его посетило 870 тысяч человек. И это транслируется по всей стране, по более чем ста каналам в Индии. Всю ночь, с шести вечера до шести утра. И никакого алкоголя, никаких наркотиков. И всю ночь эта огромная толпа поет и танцует. Ух ты! Мне нужно это увидеть. Я думаю, тебе обязательно нужно приехать и увидеть это. Да, я приеду. Я попрошу отправить тебе пару видео. Да, я бы хотел испытать это. Это потрясающе. Без насыщенности. Когда эмоции достигают состояния ликования, ты, возможно, начнешь петь, вне зависимости от того, начинающий или профессиональный ты певец, в состоянии восторга. Тебе хочется петь. Даже те, кто не знает ни одной песни, начнут напевать что-то невнятное себе под нос. Когда физическое тело входит в состояние восторга, оно естественным образом начинает танцевать. Вот как это должно быть. Стиль танца и прочие вещи — это другой вопрос. Это вопрос культуры, и с этим связано много разных аспектов. Но, по сути, танец — это проявляющийся восторг жизни. Энергия жизни искрится. Мы не будем считать кого-то божественным или подобным Богу, пока его жизненная энергия не станет искрящейся и бьющей через край. Субтитры создавал DimaTorzok